Привет, друзья! В этом видеоуроке мы научимся работать с картинками, то есть мы научимся их изменять и редактировать. Итак, поехали. Перейдем в панель нашего сайта. И здесь мы видим такую надпись «Медиафайлы». Давайте наведем на нее и нажмем «Библиотека». Смотрите, мы попали в свою библиотеку, где у нас загружены все наши картинки на сайте. Смотрите, если мы нажмем «Добавить новый», то откроется такое окошко, чтобы выбрать файл, нажав сюда и загрузить новую какую-то картинку. Также загружать картинки на сайт и фотографии можно другим способом, вот сразу нажимая на «Добавить новый». Ну, например, давайте обновим сначала, нажмем сюда, наводим на библиотеку и нажимаем сразу на «Добавить новый». И у нас сразу же открывается предложение «Загрузить сюда файл». Нажимаем «Выбрать файл» и загружаем любой файл, любую картинку. Вот. То есть все очень просто. Смотрите, загрузим любую картинку. Например, вот эту. Открыть. Загрузилась. Смотрите, когда мы загрузили какую-то картинку, мы сразу можем приступить к ее изменению. Вот здесь есть надпись «Изменить». Изменить. И у нас откроется вот такое вот окно, где мы можем написать подпись этой картинки. То есть внизу картинки появится подпись. То есть о чем это? Атрибуты «Альт». Это для того, чтобы интернет находил эту картинку. И описание. То есть мы это можем сделать. Также мы видим здесь имя файла, тип файла GP, сколько это весит и размер этой картинки. Также вот здесь у нас показывается ссылка этой картинки. То есть можем нажать сюда и посмотреть, где эта картинка вложена. Вот, допустим. Поперейдя как бы по этой ссылке. Вернем назад. Смотрите. Мы также можем нажать отсюда «Редактировать» вот эту вот кнопочку. И мы перейдем к редактированию нашей картинки. Смотрите. Здесь что можно сделать? Здесь можно обрезать картинку. То есть зажав, меняю такой вот размер. У нас справа, если вы видите, меняются цифрыки. То есть это меняется размер картинки. Ширина и высота. То есть вот так мы изменяем ширину, а вот так изменяем высоту. Смотрите. Также можно указать свои пропорции, в какие вы хотите обрезать. Указать свои пропорции. Вот. И обрезать картинку. Также смотрите. Вот есть надпись «Масштабировать». То есть это такой элемент, который позволяет сохранять как бы изображение в равных пропорциях. «Масштабировать». Выделили, допустим. Выделили. И нажали на эту кнопочку, она обрежется. И у нас останется только вот эта вот собачка. Также мы можем повернуть картинку против часовой стрелки. Давайте это посмотрим вот так. Повернуть по часовой стрелке. Например, вот так. Вернем назад. Также мы можем отразить по вертикали. То есть вверх ногами будет картинка. Сделаем назад. Также мы можем по газоризонтали. То есть отзеркалить. Слева будет собачка. То есть... А справа другая собачка. Вот эти вот стрелочки. Назад и вперед. Это обозначает шаг назад наших изменений. Нажимаем назад. Все возвращается. То есть мы все наши изменения возвращаем назад. Смотрите. Когда мы какие-то изменения произвели с нашей картинкой. Допустим. Мы взяли ее. Вот так вот выделили. И взяли. Нажали обрезать. Далее для того, чтобы она вот такая сохранилась. Нажимаем кнопочку сохранить. Все. Она сохранилась. Это один из способов, как сразу перейти к редактированию картинки. Давайте рассмотрим другой способ. Зайдем в библиотеку. Еще раз. Вот. И посмотрим наши все загруженные файлы. И давайте выберем какой-нибудь из них. Ну, я выберу опять ту же картинку. И вот здесь у нас она вот таким образом высвечивается. Также мы видим здесь URL. То есть ссылку данной картинки. Если ее скопировать и перейти по этой ссылке. Скопировать, вставить в поисковую строку. Перейти. То она у нас здесь отобразится. Также заголовок картинки. Подпись, атрибуты, альт и описание. Смотрите. Что я рекомендую делать? Я рекомендую делать короткую ссылку. То есть, когда вы сохраняете картинку или загружаете себе на сайт, давайте ей короткое название. Тогда и ссылка у вас будет короткая. Второе. Второе. Я рекомендую давать название картинки. Вот здесь заголовок. Точно такой же, как и называется сама картинка. То есть, такой же. Но она, как правило, автоматически подставляется. А подпись я не рекомендую нигде подписывать. Это некрасиво смотрится, когда внизу какие-то подписи. Но если это необходимо, можно это сделать. Атрибуты альт, это тут прописывается на английском, о чем именно эта картинка. То есть, там одно слово, два слова, три слова и так далее. Смотрите. Также здесь мы можем сразу приступить к редактированию. Допустим, нажмем кнопочку «Редактировать». И видите, те же самые настроечки. Также можем обрезать ее, нажав эту кнопочку, она обрежется. Также повернуть влево, повернуть вправо, отзеркалить вверх, отзеркалить в сторону и так далее. Также есть кнопочка «Масштабировать». И так далее. Также можно изменять не только все размеры, но либо выбрать «Изменить миниатюру», либо изменить все размеры, кроме миниатюр. И далее «Сохранить». Почему это необходимо нам знать, как работать с картинкой? Допустим, мы загружаем какую-то картинку и хотим ее куда-то вставить. Мы загрузили эту картинку, нажали «Редактировать» и отредактировали. То есть, что-то изменили. Поменяли там вот так, допустим. Слева у нас будет ухо вот такое торчать. Нажали «Сохранить». И теперь в таком именно размере, да, именно вот в таком виде она у нас и вставится на любую страницу. То есть, когда мы будем выбирать файл. То есть, мы можем редактировать наши картинки не только где-то в других сервисах, но и на самом сайте. Всегда. Например, давайте создадим запись, либо страницу. Неважно, что. Можно создать запись, можно страницу. Я создам запись. Записи. Нажму «Добавить новую». Назову как-нибудь эту запись. Собачка. И добавим сюда картинку. Нажимаем «Добавить медиафайл». И выберем нашу картинку. Вот. Тут сразу прописан ее размер. Мы видим внизу, если протянуть вниз, посмотреть название ссылки и так далее. То есть, ее описание. Нажмем «Вставить». Нажмем «Визуально». Ну, в принципе, она должна сразу быть визуально. Нажимаем на картиночку и здесь нажимаем «Карандашик». Нажимаем «Карандашик». И вот здесь можем также произвести те же самые настройки, да? Эти тоже самое редактирование. То есть, сделать подпись, написать название картинки по-английски, размер ее, да? Выбрать. Можно побольше, можно поменьше. Вот. Опять же, те же атрибуты задать и так далее. Вот эти вот... Есть такая галочка «Открывать в новой кладке». То есть, если вы ставите эту галочку и человек будет кликать на эту картинку, то отображение этой картинки будет открываться в новой вкладочке. Ну, просто есть такая особенность. И нажать «Обновить». Также можно, смотрите, здесь нажать «Отредактировать оригинал» кнопочку, то мы перейдем к редактированию оригинала этой фотографии, этой картинки именно в библиотеке. Вот. А если мы хотим просто изменить какие-то размеры, то просто закрываем и здесь можем менять размеры и так далее. И многое другое. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Увидимся в следующем уроке. С вами был Джин Лав. Пока.